Всех приветствую, дорогие друзья, зрители моего канала. Он начал записать, начал молотить, какой-то марость с ним. Вот, нашел у Сурмана такой видос. Парень реально очень круто смеется. Мне пацаны, просто я стримлю, как бы, и мне пацаны говорят, ты реально, у тебя смех там похож на Сурмана. Поэтому зашел, посмотрел, как бы подписался сразу, тип реально угорает, и, ну, он у меня высотился, я хочу посмотреть, что это какой-то видос. Педофил уничтожен, отец расправился с педофилом. Давайте чекнем. Вот эта новость меня шокировала. Так, давайте сейчас мы переключим. Да, вот это все сделаем. Наушники отправим все это дело. Парень устроил самосуд, увидев это. Как вы думаете, правильно он сделал или нет? Давайте посмотрим и сделаем свои выводы. Поехали. Давай, брат. Устроил самосуд над вероятным педофилом в Самарской области. Мужчина напал на приятеля, в телефоне которого нашел шокирующие видеоролики с участием своей дочери. Тело насильника он закопал в лесу, а на следующий день сделал вид, что... Жесть. ...ударился в бега и стал участвовать в его поисках. Репортаж Руслан Бегблакова. Офигеть. О том, что ее единственного сына, Олега Свиридова, объявили в розыск и подозревают в совершении страшных преступлений, Ирина узнала от сотрудников полиции. О том, что он убит близкие, женщине не сообщают. Боятся, что не выдержат страшной новости. А вы не боитесь, что вот его могут найти и самосудцем ученицам? Боюсь. Могут и самосуд. Может он и сам. Где он, что он сейчас? Даже не знаю. Ни слуху, ни духу. Олегу Свиридова было 32 года. Он жил в одной квартире с пожилой... Да хередит, типа, вообще ненормальный какой-то. Чистый, конченный вообще. Это вообще жесть. Согласен с урмом. Я могу сказать, что чаще всего насильники, педофилы, они такие спокойные, тихие. По ним никогда в жизни ты не определишь, что это насильники или педофили. Так реально, да, вот я считаю, что они вот наши... Ну, это как есть такое выражение, в тихомом эти черти водятся. Это как бы... Они такие тихие, спокойненькие, как бы, а потом такие фокусы, как выдают. Ну, это вообще жесть какая-то. Я уж могу точно сказать. Согласен с тобой. Я говорю, это так и есть. Ну, реально, это да, жизнь. ...не мог, что он окажется подозреваемым в совершении половых преступлений против несовершеннолетних. Жесть. Что, как я его видел, спокойный, нормальный мальчишка. Не могу просто поверить. Он добрый, отзывчивый. Чаще всего такие люди семейные, ну, на вид нормальные, здоровые люди. Но эти люди никогда не исправятся. То есть, если один раз совершили это, значит, человек не имеет права вообще быть на свободе никогда. Не один день вообще. Животное. Животное. Он все смотрит и хочет еще раз то же самое сделать. Помните? И такой был. Помогал всегда. Даже если что-то нужно, где-то донести что-то. В последний раз живым Сверидова видел 6 в тот день телефон Олега оказался в руках его старого и близкого друга Вячеслава. Вот они, предположительно, вместе на фото. В телефоне приятеля Вячеслав увидел шокирующие кадры. Сверидов надругался над двумя детьми, в том числе его дочерью, и снял это на мобильник. По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год подозреваемый, находясь на территории поселка Прибрежный Самарской области, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет соответственно. Это животные конченые. Если бы вели бы, не знаю, расстрел или смертную казнь таким вообще, было бы все равно, но было бы меньше намного просто. Это чистые животные конченые. Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон. Как сообщают наши источники в правоохранительных органах, разъяренный отец в тот же вечер мог учинить самосуд. Тело Олега Сверидова с ножевыми ранениями обнаружили в этом лесном массиве между поселками Прибрежный и Винтай. Отец одной из пострадавших девочек сам обратился в полицию и показал то место, где почти неделю оставался труп обидчика его дочери. Как сообщают наши источники, на следующий день после расправы Вячеслав сообщил полиции о преступлениях Сверидова против детей. А вот про гибель вероятного педофила умолчал. Поначалу все выглядело так, будто Сверидов ударился в бега, чтобы избежать уголовного наказания. Неделю его искали полицейские и следователи. Только накануне Вячеслав признался, где он спрятал тело. Теперь он уверяет, что Сверидов сам свел счет с жизнью. Следователи проверят и эту версию. Но пока все указывает на самосуд и убийство. С целью установления объективной картины произошедшего проводится проверка показаний на месте. Назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз. Расследование сразу двух уголовных тел продолжается. Предполагаемый убийца, педофила, сейчас находится под домашним арестом. Руслан Бекбулатов, Данил Якимов, Ксения Климина. Вести. Ну хотя бы домашний арест пока что. Хотя бы не арестовали, уже есть шанс какой-то. Но такой вопрос. Не дай бог попасться в такую ситуацию. Даже это представить невозможно. Берешь телефон и видишь твое ребенка насилуют, грубо говоря. Иные действия сексуального характера в грубой форме насилуют. Вы представляете, что это такое вообще? То есть это даже представить невозможно. И ты видишь перед тобой этот человек. И эта картинка в телефоне, блин. Шесть лет и восемь лет детям. Что сделает человек, адекватный человек? Возьмет он этого человека, в милицию отвезет? В средственный комитет, в полицию или еще? Да, конечно, нет. Сразу же. Сразу же. Куда-нибудь. Просто вот ваше мнение, ребят. Как бы вы поступили? Вот как бы вы поступили? Мне интересно. Вот в этой ситуации, не дай бог попасть в аналогичную ситуацию. Ну, как говорится, от таких чертей никто не застрахован. И справедливо будет, если вот этому человеку дадут реальный срок. Как вы думаете? Это справедливо будет, если дадут реальный срок? Или все-таки можно вменить под действием аффекта или еще что-то? Блин, это сложно. Очень сложно. Юридически, да, он убил человека. Но если по практике взять, этот же судья, который будет выносить решение, следователь, который будет предъявлять им... Считаю, в России жалко не то, что у нас такого суда присяжных, которые там люди собираются и голосуют. Ну, мнение большинства решается. Но я считаю, что мужик правильно сделал. Но другой на его месте, кто по-другому, кто так не сделает просто. С его детьми вот такие вещи происходят. И теперь еще сейчас этому человеку, теперь ни за что вообще человек вообще не вину... Ну, как бы, да, жил себе спокойно, детей растил. И тут какая-то мышь вот так вот замутила, блин, это вообще жесть какая-то. Обвинение. Прокуроры, которые будут... А человеку реально дадут срок. Реально срок это убийство, там, даже под действием аффекта. Смягчающее вину обстоятельства. В любом случае, да, оно где-то уменьшит срок. Но реальный срок нам будет. Обвинение поддерживать в судебном заседании, да, они же могут себя поставить на место этого человека. И что бы они сделали в этой ситуации? И еще один вопрос. Как вы думаете, этот человек вот отсидел бы там свои 10-12 лет? И что дальше? Ни за что. Это бы нормально? Нет, конечно. Или такие люди не имеют права вообще на жизнь, на существование или же на свободу? Вот такие вот мысли. Так что, ребят, Сурма вообще красавчик. Я вот, ну, смотрю его как бы реакцию. Бравый, бравый. Пацанчик, как бы он, как бы, ну, реально вещи говорит, как бы мы и посмеяться можем, как бы, и какие-то вещи обсудить. Так что, ребят, все как, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, Оскар Винк. Все равно всякие какие-то такие моменты будем обсуждать там. Если какие-то есть мысли, пишите в комментариях. С удовольствием обсудим все эти моменты. То есть, как-то считает не так, и что-то не согласен. Добро пожаловать, обсудим.